За минувший год инвестиции в одесские электросети более чем удвоились, аварий в Одессе стало меньше. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель правления открытого акционерного общества Одесса Облэнерго. Со слов Александра Неверчука, за последний год компании удалось обновить значительную часть оборудования и электросетей. Такие же планы и на будущий год. 449 миллионов гривен – такова общая сумма инвестиций Одесса Облэнерго за минувший год. Как рассказывает Александр Неверчук, масштабные финансовые вливания позволили провести серьезную работу по обновлению сетей города и области. Именно с этими работами и связано большинство отключений света. Что касается крупнейших неплательщиков, то тут традиционно лидируют бюджетные организации и коммунальщики. Уровень долгов у нас следующий. Министерство обороны 9,2 миллиона, МВД 920 тысяч, Министерство образования 2 миллиона и Пенитерциальная система 988 тысяч гривен. То есть это самые большие долги у нас, которые есть в Одессе Облэнерго. При этом динамика платежей населения в целом остается неизменной. Болезненный вопрос для Одесса Облэнерго – строительство подстанции в парке Шевченко. Как рассказывает Александр Неверчук, сегодня вопрос, что называется, повис в воздухе. Для начала работы необходимо заключить трехсторонний договор между Облэнерго, городским советом и КП парки Одессы. При этом не стоит забывать и про общественный резонанс. Многие одесситы активно выступают против строительства подстанции в парке. Важной задачей на будущий год в Облэнерго ставят работу над психологией своих сотрудников. Мы хотим поменять психологию наших работников. Первое и самое главное – это то, что мы должны подходить к потребителю не как монополист, который все может, а как люди, которые предоставляют услугу. То есть это самый сложный момент и мы очень много над этим вопросом работаем. Как рассказал сам Александр Неверчук, сегодня большое число жалоб поступает непосредственно от потребителей, недовольных качеством обслуживания. Что касается аварийных сетей, то их количество существенно сократилось. Наиболее ненадежной остается внутри домовая проводка, находящаяся в ведомстве одесских коммунальщиков. Константин Гак, Екатерина Булычева, Вячеслав Лоштаба, телекомпания Круг.